всем привет продолжаем знакомиться с книгой фредерика брукса мифический человека месяц и сегодня у нас глава 17 называется она новый выстрел серебряной пули нет ну и в начале главы у нас тут порой обычно цитаты и вырезки какие-то еще чего-нибудь так вот у всякой пули свое предназначение вильгельм третий аранский и еще одно кто хочет увидеть образец совершенства тот мечтает о том чего никогда не было нет и не будет александр поп о критике и так начинаем голову серебряная пуля все-таки есть вот она серебряной пули нет утверждает и доказывает что в течение десятилетия ни одна разработка в области техники программного обеспечения не позволит повысить производительность труда программирование на порядок из-за этого десятилетия прошло уже из этого десятилетия прошло уже девять лет и можно посмотреть насколько сбываются предсказания в то время как мифический человека месяц породил частое цитирование и мало споров статья серебряной пули нет вызвала статьи с опровержениями и письма в редакции журналов поток которых не прекратился и по сей день чаще всего критикуется главное утверждение о том что волшебного решения нет и мое ясно выраженное мнение о том что его и быть не может большинство соглашаются с основной частью моих аргументов но затем заявляет что в действительности серебряная пуля для программного зверя существует и изобрел ее автор перечитывая сегодня сегодня ранние отклики я не могу не заметить что патентованные средства столь энергично предлагавшиеся в 1986 и 87 годах не возымели эффекта на который претендовали я обычно покупаю компьютеры и программы проверяя их на счастливом обладателе то есть беседуя с вызывающими доверие людьми заплатившими деньги за продукт и пользующиеся с пользующиеся им с удовольствием аналогично я с готовностью поверю в материализацию серебряной пули когда вызывающий доверие независимый пользователь выступит вперед и скажет я использовал эту методологию этот инструмент или продукт и это позволило мне в 10 раз повысить производительность разработки программ многие корреспонденты сделали верные поправки и разъяснения некоторые проанализировали статью пункт за пунктом и привели возражение за что я им благодарен в этой главе я хочу сообщить о сделанных поправках и ответить на опровержение неясное изложение влечет непонимание судя по некоторым откликам мне не удалось четко изложить свои аргументы второстепенные свойства в резюме главы 16 я постарался со всей возможной ясностью изложить основные аргументы серебряной пули нет некоторые однако были смущены терминами второстепенное свойство ассидент и несущественный второстепенный ассидентал которые я использовал в старом употреблении восходящим к аристотелю под ассидентал я имел ввиду случайный или относящийся к несчастному случаю а скорее несущественный побочный или принадлежащий я не хочу порочить роль случайности при разработке программ вслед за английским драматургом автор детективов и теологом дороти сейерс я рассматриваю всякую творческую деятельность как состоящую из а формулирование концептуальных конструкций б воплощение в реальном материале и б и в диалога с пользователем в реальной жизни та часть построения программы которую я назвал сущностью состоит из умственной работы создание концептуальной конструкции а то которую я назвал второстепенной и есть процесс ее воплощение выяснение истины мне кажется хотя не все со мной согласны что верность центрального аргумента сводится к выяснению ответа на вопрос какая доля затрат связана с точным и упорядоченным представлением концептуальной конструкции а какая с умственными усилиями по изготовлению этих конструкций поиск и устранение ошибок попадают в тот или иной раздел в зависимости от того является ли ошибки являются ли ошибки концептуальными или ошибками представления например ошибка в указателе или распределении памяти моем личное мнение состоит в том что второстепенная или направленная на представление часть работы сейчас снизилась до половины или менее того от общего объема поскольку эта доля является экспериментальной величиной ее значение в принципе можно получить путем измерений если это не удастся мою оценку можно поправить на основе более полных и более современных данных но не в публичных не в частных заявлениях никто не утверждал что не основная часть достигает величины 9 десятых статья серебряной пули нет с несомненностью доказывает что если доля не основной части работы меньше 9 десятых то даже сведя ее к нулю что было бы чудом нельзя получить рот рост продуктивности на порядок а так атаку необходимо нацелить на существенную часть после появления этой статьи брюс блум обратил мое внимание на работу 1959 года герцберга моснера из за и дер мана они находят что факторы мотивации могут увеличить производительность с другой стороны факторы окружения и второстепенные факторы сколь бы они ни были положительными не могут этого сделать но будучи отрицательными могут уменьшить производительность в моей статье серебряной пули нет доказывается что значительная часть прогресса программной инженерии достигнута за счет устранения влияния следующих отрицательных факторов крайне неудобных машинных языков пакетной обработки с долгой оборачиваемостью слабого инструментария и строгих ограничений на размер памяти являются ли в таком случае безнадежными трудности связанные с сущностью отличная работа серебряная пуля есть написанная брэдом коксом в 1990 году красно речиво доказывает что многократно используемые и взаимозаменяемые компоненты должны послужить основой для атаки на концептуальную сущность проблемы с этим я охотно соглашаюсь однако кокс неправильно понимает мою статью в двух отношениях во первых он находит в ней утверждение того что трудности разработки программного обеспечения проистекают из некоторых пороков технологий использовавшихся программистами в то время я же доказ доказывал что трудности связанные с сущностью являются неотъемлемой частью концептуальной сложности разрабатываемых программных функций во все времена и при любых методах во вторых он и многие другие прочли в статье утверждение того что нет никаких надежд успешно справиться со сложностями разработки программ связанными с вопросами сущности это не то что я имел ввиду создание концептуальной конструкции действительно имеет внутренне присущие трудности такие как сложность согласованность изменяемость и незримость однако неприятности вызываемые всеми этими трудностями можно уменьшить сложность разделяется на уровне например наиболее серьезной внутренней трудностью является сложность но она не всегда неизбежно значительная часть но не вся концептуальной сложности в наших программных конструкциях проистекает от произвольной сложности самих применений действительно ларс седаль из международной консалтинговой фирмы в области менеджмента пишет мой опыт показывает что все сложности с которыми сталкиваются при работе систем являются признаками организационных неполадок попытка моделирования практической деятельности программами соответствующей сложности влечет сохранение неразберихи вместо решения проблем стив лукашек из норд роб доказывает что даже организационная сложность возможно не является произвольной а может испытывать воздействие принципов упорядочения и вот что он пишет я получил образование в области физики и поэтому вижу что сложные вещи могут быть описаны на языке более простых понятий вы можете быть правы и я не стану утверждать что все сложные вещи поддаются принципам упорядочения по тем же правилам доказательства нельзя утверждать что не поддаются то что вчера было сложностью завтра будет в порядке вещей сложность беспорядочного движения молекул привела к возникновению кинетической теории газов и открытию трех законов термодинамики сейчас программное обеспечение не позволяет увидеть присущие ему принципы упорядочения но вы как раз и должны объяснить почему это происходит это не проявление моей бестолковости или желание поспорить я убежден что в один прекрасный день сложность программного обеспечения будет объяснена на языке каких-нибудь понятий более высокого порядка инвэн или инвариантов как говорят физики я не занимался более глубоким анализом которому справедливо призывает лукашек как отрасль науки мы нуждаемся в развитии теории информации для количественной оценки информационного содержания статистических структур подобно тому как теория шеннона делает это для информационных потоков это совсем не моя задача лукашеку я просто отвечу что сложность системы является функцией мири адов деталей каждая из которых должна быть точно задано либо с помощью какого-нибудь общего правила либо подробным описанием но не просто статистически представляется весьма сомнительным чтобы не согласованные результаты работы многих голов оказались достаточно связными чтобы быть точно описанными общими правилами значительно большая часть сложности программных конструкций обусловлено однако не соответствием внешнему миру а самой реализации структурами данных алгоритмами способами коммуникаций наращивание программ с помощью больших блоков высокого уровня созданных когда-то раньше или кем-то другим помогает избежать целых уровней сложности серебряной пули нет провозглашает подход на проблему сложности в полной надежде что можно достичь прогресса она выступает за добавление к программной системе необходимой сложности первое и иерархически располагаем модули или объекты по уровням и второе пошагово что обеспечивает постоянную работоспособность системы анализ харрелла дэвид харрелл статья 1992 года кусая серебряную пулю предпринимает самый тщательный анализ статьи серебряной пули нет из всех опубликованных пессимизм против оптимизма и реализма харрелл рассматривает как серебряной пули нет так и статью парноса 1984 года программные аспекты статистических оборонительных систем как слишком унылые он намеревается высветить более яркую сторону проблемы предпосылая статье под заголовок к светлому будущую программных разработок также как и кокс харрелл считает статью мою статью пессимистическое говоря если взглянуть на те факты с другой точки зрения возникают более оптимистические выводы оба они неправильно восприняли тональной статьи прежде всего моя жена коллеги и редакторы считают что я гораздо чаще впадаю в неоправданный оптимизм чем в пессимизм в конце концов я по происхождению программист а оптимизм это профессиональная болезнь данного ремесла серебряной пули нет прямо сказано вглядываясь в предстоящие десятилетия мы не видим серебряной пули однако скептицизм не есть пессимизм нет царского пути но путь есть она предсказывает что нововведение происходящее в 1986 году будучи разработаны и использованы в совокупности действительно позволят достичь роста производительности на порядок десятилетия 1986 год тире 1996 подходит к концу и это предсказание оказывается скорее слишком оптимистическим они мрачны даже если бы все без исключения считали статью серебряной пули нет пессимистической что в этом худого является утверждение энштейна о том что ничто не может перемещаться со скоростью большей скорости свет света унылым или мрачным а как насчет результатов геделя о том что некоторые вещи невычислимы статья серебряная серебряной пули нет пытается утверждать что сама сущность программного обеспечения делает мара маловероятным открытие серебряных пуль когда-либо в будущем турский в своем отличном ответном докладе на конференции красноречиво заявил из всех попыток науки продвинуться в ложном направлении наиболее возвышены те которые были направлены на поиск философского камня вещества с помощью которого предполагалось обращать простые металлы в золото высшая цель алхимии которой сорвением стремились покорение исследователей щедро финансировавшиеся светскими и духовными правителями это в чистом виде стремление принимать желаемое за действительное и общепринятое мнение что вещи такови таковы какими мы хотели бы их видеть это очень по-человечески нужно сделать над собой большое усилие чтобы смириться с существованием неразрешимых проблем стремление вопреки всему найти выход даже когда доказан что его не существует очень и очень сильно и в большинстве своем мы с большим сочувствием относимся к этим храбрецам которые пытаются достичь невозможного это продолжается и по сей день пишутся сочинения о квадратуре круга стряпаются лосьоны для восстановления утраченных волос и неплохо продаются рождаются методы повышения производительности программирования и хорошо расходятся мы слишком часто склонны доверять своему оптимизму или эксплуатировать оптимистические надежды своих спонсоров мы слишком часто не хотим прислушиваться голосу рассудка и обращаем много внимания на продавцов панацеи поющих голосами сирен турский как и я предупреждает что мечтательность тормозит движение вперед и ведет к пустой трате сил харл считает что мрачность серебряной пули нет придают три темы первое резкое разделение между сущностью и второстепенным второе изолированное рассмотрение каждого кандидата в серебряные пули и третье прогноз лишь на ближайшие 10 лет а не на срок в течение которого можно ожидать существенных улучшений что касается первого то в этом вся соль статьи я по-прежнему считаю что такое разделение необходимо для понимания того почему трудно создавать программное обеспечение и это верное указание куда до должен быть направлен удар что касается изолированного рассмотрения кандидатов серебряные пули то это правда разные кандидаты предлагались поочередно и с непомерными претензиями на собственное всесилие правомерно и рассматривать их поочередно я возражаю не против самих технологий но против ожидания от них чудо глаз весси и кон джер своей статье 1992 года представили многочисленные свидетельства того что бесполезные поиски серебряной пули все еще продолжается что касается выбора в качестве периода предсказаний 10 они 40 лет то частично это признание того что наши предсказания на больший срок никогда не были удачными кто из нас в 1975 году предсказал микрокомпьютерную революцию восьмидесятых никто есть и другие причины ограничиться десятилетия все кандидаты претендовали на получение результатов немедленно я не помню ни одного который бы сказал если сегодня вы сделаете инвестиции предлагаемое мной средства то по прошествии 10 лет начнете пожинать плоды более того за десятилетия соотношение производительность цена для компьютеров выросла наверное в сотни раз и неизбежно подсознательно производится сравнение которое совершенно недопустимо мы наверняка достигнем большего прогресса за предстоящие 40 лет рост за 40 лет на порядок едва ли покажется чудом Харл предлагает мысленный эксперимент в котором в котором статья серебряной серебряной пули нет была бы написана в 1952 году а не в 1986 году но содержало быть те же утверждения он хочет использовать это в качестве доказательства от противного в борьбе против попыток отделить сущность от акциденции это доказательство неверно во-первых серебряной пуле нет статья начинается с утверждения что для программирования в 1950-х годах характерно значительное преобладание трудностей в акциденциях на трудностями в сущности этого преобладания больше не существует что привело к росту производительности на порядке величин переносить это доказательство на 40 лет назад бессмысленно никто не стал бы в 1952 году утверждать что нетрудности акциденции ответственны за большую часть затраиваемых усилий во вторых Харл не точно представляет положение дел в 1950-х годах это было время когда вместо того чтобы разрабатывать большие сложные системы программисты писали обычные однопользовательские программы которые на современных языках программирования заняли бы 100-200 строк и которые должны были выполнять скромные алгоритические задачи при существовавших тогда технологиях и методологиях такие задачи также были очень трудными сплошь и рядом были неудачи ошибки и нарушения сроков затем он описывает как за последние 25 лет упомянутые неудачи ошибки нарушенные сроки в обычных маленьких однопользовательских программах были улучшены на порядок но в действительности в 1950-х годах вершиной технологии были не маленькие однопользовательские программы в 1952 году Univac был занят обработкой данных переписи 1950 года с помощью сложной программы которую разрабатывали примерно 8 программистов другие машины применялись в химической динамике расчетах рассеяния нейронов расчетах полета ракет и так далее и тому подобное повседневно использовались ассемблеры перемещающие компоновщики и загрузчики системы и интерпретации с плавающей точкой и т.д. и т.п. К 1955 году уже создавались программы для бизнеса объемом от 50 до 100 человек лет В 1956 году на заводе General Electric в Льюисвилле работала программа расчета заработной платы размером более 80 тысяч слов В 1957 году в течение уже двух лет в системе противовоздушной обороны работал компьютер Sage ANFSQ-7 и на 30 площадках действовала система реального времени использовавшая телекоммуникации и дублирование в целях отказа устойчивости объемом 75 тысяч команд Едва ли можно придерживаться мнения, что развитие технологий для однопользовательских программ главная характеристика усилий в технике программного обеспечения после 1952 года Харрелл продолжает, предлагая собственную серебряную пулю технологию моделирования под названием Vanilla Framework Ванильная структура Сам подход описан недостаточно подробно, чтобы его можно было оценить но есть ссылка на статью и на технический отчет, который в свое время должен был быть опубликован в виде книги Моделирование касается сущности, правильной разработки и отладки понятий поэтому технология может оказаться революционной Надеюсь, что это так Кен Брукс сообщает, что эта методология оказалась полезной, когда он попытался применить ее к реальной задаче Харрелл энергично доказывает, что значительная часть концептуальной конструкции программного обеспечения является по своей природе топологической задачей и эти взаимосвязи находят соответствие в пространственно-графических представлениях Использование подходящего визуального формализма может оказать заметное воздействие на инженеров и программистов Более того, это воздействие не ограничивается областью акциденций Было обнаружено положительное влияние на качество и быстроту самого их мышления В будущем успехи в разработке систем будут связаны с визуальными представлениями Сначала мы будем создавать концепции с помощью правильных объектов и взаимосвязей Затем формулировать наши концепции как последовательный ряд все более обстоятельных моделей С использованием подходящей комбинации визуальных языков Именно комбинации, поскольку модели систем имеют несколько граней Каждая из которых вызывает в воображении разные виды образов Некоторые грани процесса моделирования не столь легко поддаются хорошей визуализации Например, алгоритические операции над переменными и структурами данных Возможно, останутся текстуальными Здесь наши позиции близки Я доказывал, что структура программного обеспечения не является трехмерной Поэтому не существует естественного отображения концептуального проекта В диаграмму в пространствах как двух, так и большего числа измерений Харрелл допускает, и я согласен, что требуется много диаграмм Каждая из которых охватывает какую-то одну сторону А некоторые аспекты вообще плохо отображаются на диаграммах Я вполне разделяю его энтузиазм по поводу использования диаграмм Как вспомогательного средства при обдумывании и проектировании Долгое время я любил задавать кандидатам на работу программистам вопрос Где находится следующий ноябрь? Если вопрос кажется загадочным, то в другом виде Какова ваша мысленная модель календаря? У действительно хороших программистов хорошее чувство пространства И обычно есть геометрическая модель времени И они часто без труда понимают первый вопрос Их модели очень индивидуальны Точка зрения Джонса Производительность приходит вслед за качеством Капперс Джонс сначала в серии служебных записок, а затем в отдельной книге Демонстрирует глубокую интуицию Отмеченную несколькими моими корреспондентами Статья о серебряной пуле нет Как и многие в то время Сосредоточилась на производительности В выходе программной продукции на единицу входных затрат Говорит Джонс Нет, сосредоточьтесь на качестве А производительность придет следом Он утверждает, что дорогостоящие и нарушившие сроки проекты Требует больше всего дополнительных усилий И времени для поиска и устранения ошибок в спецификациях В проекте разработки Он приводит данные, свидетельствующие о сильной корреляции Между отсутствием систематического контроля качества И срывом графика работ Я им вполне верю Бем указывает, что производительность снова падает Когда преследуется исключительно высокое качество Как было в программах IBM для космического челнока Аналогичным образом, Кокки утверждает Что принципы систематической разработки программного обеспечения Явились ответом на озабоченность Не столько производительностью, сколько качеством Но обратите внимание Целью применения инженерных принципов К разработке программного обеспечения в 1970-х годах Было поднять качество, тестируемость, устойчивость И предсказуемость программных продуктов А не обязательно производительность труда программистов Движущей силой использования при разработке программ Принципов программной инженерии Было опасение крупных аварий Которые могла привести разработка Все более сложных систем Неуправляемыми художниками Так что случилось с производительностью? Итак, производительность в цифрах Цифры, характеризующие производительность Очень тяжело определить, калибровать и найти Капперс-Джонс считает Что для двух одинаковых программ на COBOL Написанных с интервалом в 10 лет С применением структурного программирования и без него Разница в производительности троекратная Эд Йордан утверждает По моим наблюдениям Благодаря рабочим станциям и программным инструментам Производительность увеличилась пять раз Том Де Марко считает Что ваше ожидание десятикратного роста Производительности за 10 лет Благодаря целому набору технологий Было оптимистичным Мне не известны организации Добившиеся роста производительности на порядок Программа в упаковке Покупайте, а не надо разрабатывать То есть покупайте и не разрабатывайте Одна из оценок статьи Серебряной пули нет Оказалось, я думаю, правильной Возникновение массового рынка Является наиболее глубокой Долгосрочной тенденцией В разработке программного обеспечения С точки зрения науки Программное обеспечение для массового рынка Образует практически новую отрасль В сравнении с разработкой заказных программ Как внутри фирмы, так и сторонними организациями Когда счет проданных пакетов идет на миллионы Или хотя бы на тысячи Главными проблемами становятся Качество Своевременность Технические характеристики И стоимость поддержки А не стоимость разработки Которая имеет такое большое значение При разработке заказных систем Лучший способ повысить производительность Труда программистов Информационно управляющих систем Это пойти в ближайший компьютерный магазин И купить уже готовым то, что они собираются разработать Это не шутка Доступность дешевых и мощных коробочных программ Удовлетворила многие из потребностей Ранее удовлетворявшиеся заказными программами Эти электроинструменты для ума Больше похожи на электрические дрели, пили и шлифовальные машины Чем на большие и сложные производственные станки Интеграция их в совместимые и перекрестно связанные наборы Такие как Microsoft Works Или лучше интегрированный Claris Works Обеспечивает огромную гибкость И подобно домашней коллекции инструмента В результате частого использования небольшого набора Для разных задач вырабатываются привычные навыки Такой инструмент подчеркивает простоту использования Обычным пользователем, даже не профессионалом Иван Селин, глава American Management Systems Писал мне в 1987 году Я хочу придраться к вашему утверждению Что в действительности пакеты не настолько изменились Я думаю, что вы слишком легко отбросили Главное следствие вашего замечания Что программные пакеты могут быть немного более общими И немного лучше настраиваемыми Чем раньше, но не намного Даже принимая это заявление за чистую монету Я полагаю, что пользователи Расценивают пакеты Как обладающие более широкими возможностями И легче настраиваемые И что такое восприятие Делает пользователей более податливыми Перед пакетами В большинстве случаев Известных моей компании Не программисты А конечные пользователи Неохотно пользуются пакетами Поскольку думают Что лишатся важных возможностей и функций А потому Возможность легкой настройки Весьма повышает для них Привлекательность продукта Я думаю, что Селин совершенно прав Я недооценил Как степень настраиваемости пакета Так и важность этого фактора Объектно ориентированное программирование А медная пуля подойдет Если осуществлять сборку Из частей, которые достаточно сложны И имеют однородные интерфейсы Можно быстро образовывать Довольно богатые структуры Согласно одному из вглядов На объектно ориентированное программирование Эта дисциплина осуществляет модульность И чистые интерфейсы Другая точка зрения Подчеркивает инкапсуляцию То есть невозможность Увидеть и еще менее Изменить внутреннюю структуру деталей Еще одна точка зрения Отмечает наследование И сопутствующие ему Иерархическую структуру классов С виртуальными функциями И еще один взгляд Важнейший является Сильная абстракция типизации данных Вместе с гарантиями Что конкретный тип данных Будет обрабатываться только Применимыми к нему операциями В настоящее время Не нужен весь пакет Смолталк Или C++ Чтобы пользоваться любой Из этих дисциплин Многие из них Поглотили Объектно ориентированные Технологии Объектно ориентированный Подход привлекателен Как поливитамины Одним махом То есть Переподготовкой программиста Получаешь все Очень многообещающая концепция Почему объектно ориентированная Технология Медленно развивалась В течении 9 лет После выхода статьи Серебряной пули Нет Надежды неуклонно росли Почему Развитие было таким медленным Теорий много Джеймс Коггинс В течении 4 лет Ведущий колонку В The C++ Репорт Делает такое объяснение Проблема в том Что программисты Работающие в ООП Экспериментировали С кровосмесительными Приложениями И были нацелены На низкий уровень Абстракции Например Они строили такие классы Как связанный Список Вместо Интерфейс Пользователя Или Луч Радиации Или Модель Из конечных элементов К несчастью Строгая проверка типов Которая помогает Программистам C++ Одновременно Затрудняет Построение Больших объектов Из маленьких Он Возвращается К фундаментальной Проблеме Программирования И доказывает Что один из способов Удовлетворить Потребность В программном Обеспечении Это увеличить Численность Образованной Рабочей силы Путем подготовки И привлечения Наших клиентов В пользу Нисходящего Проектирования Приводятся Такие Аргументы Если мы Проектируем Крупные Классы Представляющие Концепции С которыми Наши клиенты Уже работают То они В состоянии Понимать И критиковать Проект По мере Его развития А также Вместе с нами Разрабатывать Контрольные Примеры Офтальмологов С которыми Я работаю Их волнует Описание Формы Роговицы С помощью Полиномов Лежандра Маленькая Инкапсуляция Дает И маленькую Выгоду Дэвид Парнас Чья статья Была одним из Источников Идей Объектно-ориентированного Программирования Смотрит на вещи По-иному Он писал мне Ответ прост Это из-за привязанности ООП К сложным языкам Вместо Объяснения людям Что ООП Является видом Проектирования И вооружения Их Учили Что ООП Это использование Определенного Инструмента Любыми Средствами Можно писать И плохие И хорошие Если не учить Людей Проектированию То языки Не имеют Большого значения Результатом Будут Плохие Разработки С помощью Этих Языков И малая Выгода Не велика То ООП Не войдет В моду По моему мнению У объектно-ориентированных Методологий Особенно тяжелый Случай болезни Характерный Для многих Усовершенствований В методологии Весьма существенны Предварительные Сдержки В основном Чтобы научить Программистов Мыслить совершенно По-новому А также на преобразование Функции В обобщенные Классы Выгоды Которые я считаю Реальными А не чисто Предположительными Достигаются во время Цикла разработки Но настоящая Окупаемость Происходит при При разработке Следующих Программ Расширений И сопровождений При разработке Последующих Программ Расширений И сопровождений Когенс говорит Объектно-ориентированное Программирование Не ускорит Разработку Первого проекта Так же как и второго А вот Пятый проект Из того же семейства Будет сделан Очень быстро Рисковать Реальными Начальными Деньгами Ради предполагаемых Но неопределенных Прибыли в будущем Это то О чем инвесторы Занимаются Изо дня в день Однако Во многих Программирующих Организациях Менеджерам требуется Для этого Смелость Качество более редкое Чем компетенция В технических вопросах Или Административное Мастерство Я полагаю Что крайняя степень Авансирования Расходов И откладывания Прибыли Является Самым существенным Фактором Замедляющим Принятие ООП технологий Но так же В таких условиях С++ Похоже Уверенно Вытесняет Си Во многих Организациях Что же с повторным Использованием Лучший способ Справиться С разработкой Части программной Системы Относящейся К ее сущности Это вообще ее не разрабатывать Пакеты программ Один из способов Сделать это Другой способ Повторное использование Действительно Одной из Наиболее привлекательных Черт Объектно-ориентированного Программирования Является обещание Простоты Повторного Использования В сочетании С легкостью Настройки Благодаря Наследованию Как часто бывает После получения Некоторого опыта Работы По новой технологии Обнаруживается Что она не так проста Как казалось На первый взгляд Конечно Программисты Всегда Повторно Использовали Собственные Разработки Джонс Пишет У наиболее опытных Программистов Есть свои личные Библиотеки Позволяющие им при разработке Новых программ Повторно использовать До 30% Кода по объему На корпоративном уровне Повторное использование Приближается К 75% По объему И требует специальных Библиотек И администрирования Повторное использование Кода в корпоративных Масштабах Требует изменений В бухгалтерии Проекта И методах Измерения Работы У.хуан Предложил Организацию Программного производства С матричной структурой Управления Функциональными Специалистами Чтобы держать Под контролем Их естественную Склонность К повторному Использованию Кода Ван Шнайдер Напоминает Мне Что в кругах Разработчиков Математического Программного обеспечения Давняя традиция Повторного Использования Программ Мы Полагаем Что препятствия К повторному Использованию Возникают Не со стороны Производителя А со стороны Потребителя Если разработчик Программного обеспечения Потенциальный потребитель Стандартных Программных Компонентов Считает Считает Что найти И проверить Нужный ему Компонент Дублирующий Прежний Обратите внимание Мы сказали Считает Это Реальная Стоимость Повторной Разработки Не имеет Значения Повторное Использование Кода Имеет успех При разработке Математических Программ Причин Этому Две Первое Это Магия Требующая Огромного Интеллектуального Вклада Второе Существует Богатая И стандартная Терминология А именно Математика Для описания Функциональности Любых Компонентов Поэтому Повторно Разработать Математический Компонент А разобраться В функциональности Существующего Стоит Дешево Давняя Традиция Публикации И сбора Алгоритмов Профессиональными Журналами И предложение Их по Умеренной Цене А также Коммерческое Предложение Высококачественных Алгоритмов Но все же Скромной Цене Делают Поиск Требуемых Компонентов Проще Чем в других Областях Где Часто Невозможно Точно И сжато Программ Более Привлекательно Чем повторное Изобретение Такое же Явление Повторного Использования Обнаруживается И в других Сообществах Например В разработке Программ Для атомных Реакторов Моделирование Климата Моделирование Океанов По По Причинам Каждая Каждая Из этих Сообществ Выросла На Одних И тех Учебниках С одной С одной И той Системы Обозначений Как сегодня Дела обстоят С повторным Использованием На корпоративном Проведено Множество Исследований А вот Практикуется В США Относительно Мало Что же Касается Повторного Использования За рубежом То тут Имеют место Неправдоподобные Отчеты Джонс Сообщает Что Более 5000 Программистов Проводят Формальные Исследования Повторной Используемости В то время как Из числа клиентов С 500 И менее Программистами Это делает Менее 10% По его сообщению В отраслях С высоким Потенциалом Использования Исследования Ведутся Активно И энергично Даже если Не вполне Успешно Эд Йордан Сообщает О программной Фирме В Маниле В которой 50 Программистов Из общего числа 200 Из общего числа 200 Заняты только Разработкой Повторно Используемых Модулей Для использования Всеми остальными И что в тех случаях Которые он видел Принятие этой технологии Было вызвано Организационными А не техническими Факторами Например Системой Поощрений Демарко сообщает мне Что наличие Массовых Рыночных пакетов И возможность Предоставления Ими Общих функций Таких как Системы Баз данных Существенно Снизили Как Настоятельность Так и предельную Полезность Повторного Использования Модулей Собственных Приложений Повторно Используемые Модули Имели тенденцию В конце концов Становиться Общими Функциями Парнас Повторное Использование Это то о чем Легче говорить Чем осуществить Для него требуется Как хорошее Проектирование Так и очень хорошая Документация Даже когда мы видим Хорошее проектирование Что по прежнему Не часто Без хорошей документации Компоненты Не будут Использоваться Повторно Кен Брукс Сообщает Что трудно Рассчитать Какая степень Обобщения Окажется Необходимой Мне приходилось Менять вещи Даже в пятый раз Используя собственную Библиотеку Пользовательских Интерфейсов Реально Повторное Использование Только начинается Джонс Сообщает Что на открытом рынке Есть несколько модулей С повторно Используемым кодом По цене От 1 до 20% От обычной стоимости Разработки Демарко Говорит Меня все более Обискураживает Вся эта история С повторным Использованием Практически отсутствует Теорема существования Для повторного Использования Время подтвердило Что сделать Вещи повторно Используемыми Стоит Дорого Йордан Дает оценку Того Сколько это стоит Хорошее эмпирическое Правило говорит Что повторно Используемые компоненты Потребует вдвое Больших затрат Чем одноразовые Компоненты Я рассматриваю Эту цену Как величину затрат За запуск Компонентов Производства Конечно Мы видим Различные формы И варианты Повторного использования Но оно Далеко Не так Широко Применяется Как мы предполагали Предстоит Еще очень многое Понять Понимание Больших словарей Неожиданная проблема Повторного использования Которую Можно было предвидеть Чем выше уровень На котором Осуществляется Мышление Тем более Многочисленны Примитивные Составляющие Мысли С которыми Приходится иметь дело Так Языки высокого уровня Гораздо сложнее Машинных языков А естественные языки Еще более сложны У языков Высокого уровня Больше словари Больше Сложный синтаксис И более Строгая семантика Как Научная дисциплина Мы не взвесили Последствия Этого факта Для повторного Использования Программ Чтобы повысить Качество И производительность Мы хотим строить Программы из частей С отлаженными функциями Которые существенно Выше по уровню Чем операторы Языков программирования Поэтому Делаем ли мы Это с помощью Библиотек классов Или библиотек процедур Нам придется Столкнуться с резким Увеличением Размеров Наших словарей Программирования Изучение словаря Составляет Значительную часть Препятствий К повторному Использованию На сегодняшний день На сегодняшний день Есть библиотеки Классов Насчитывающие Свыше 3000 членов Многие объекты Требуют Задания От 10 до 20 Параметров И переменных Переключателей Всякий Использующий Такую библиотеку Должен изучить Синтаксис И семантику Ее членов Если собираются Полностью Реализовывать Потенциал Повторного Использования Эта задача Вовсе не безнадежна Обычно Человек использует Около 10 тысяч слов Родного языка Образованные Люди Значительно больше Каким-то образом Мы обучаемся Синтаксису И тонким Семантическим Различиям Мы правильно Определяем Различия между Гигантский Огромный И пространственный Колоссальный Громадный Никто не говорит О колоссальных Пустынях И пространственных Слонах Нужны дополнительные Исследования Чтобы можно было Применить к проблеме Повторной Использования Программ Существующие знания О том Как люди овладевают Языком Некоторые выводы Непосредственно Очевидны Первое Обучение происходит В контексте Предложения Поэтому нужно Публиковать Многочисленные Примеры Составных продуктов А не просто Библиотеки Составляющих частей Второе Человек запоминает В описании Синтаксис И семантика Изучаются Постепенно В контексте Путем Применения Третье Человек Группирует правила Соединения слов В синтаксические классы А не в совместимые Подмножество объектов Чистый итог по пулям Положение Прежнее Итак, мы возвращаемся К основам Сложность Это то Чем мы занимаемся И сложность Это то Что нас ограничивает R.L.Glass Писал В 1988 году Точно Суммируя Мои взгляды 1995 года Так что же В итоге Сообщили нам Парнас и Брукс Что разработка Программ Является Концептуально Сложным занятием Что волшебные решения Не лежат За каждым углом Что занимающимся Этим делом Пора изучить Достижения Имеющие Эволюционный Характер А не ждать Революцию И не надеяться На нее Некоторые считают Это без Радостной Картины Это те Кто полагал Что вот-вот Наступит прорыв Но некоторые из нас Достаточно Сварливы Чтобы считать Себя реалистами Относятся к этому Как глотку Свежего воздуха Наконец-то Можно Сосредоточиться На чем-то Более близком К жизни Чем журавль В небе Теперь вероятно Мы сможем Заняться Постепенными Усовершенствованиями Производства Программного Обеспечения Которые действительно Достижимы А не ждать Прорывов Которые вряд ли Когда-то Произойдут Ну На сегодня все Глава 17 Закончилась Поэтому Всем спасибо за внимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем Всем Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...